Михаил Добкин подал в отставку. Его заявление было размещено на сайте облгосадминистрации вечером 26 февраля с формулировкой «Решил баллотироваться в президенты». И хотя в штабе Евромайдана это его намерение категорически не одобряют, среди людей царит радость. Выполнено первое условие активистов. Михаил Добкин подал в отставку. Наконец-то Харьков хоть как-то будет процветать без бандитизма, без всего этого. Потому что Кернес и Добкин сделали из Харькова блатной город на самом деле. Поэтому я только рада. Это только начало, утверждают участники Евромайдана. Говорят, это первый шаг к изменению условий жизни в стране, потому как ушел человек, расколовший город на две части. Расходиться они не собираются до полной перезагрузки харьковской власти. Накануне евромайдановцы пытались провести переговоры с противоположной стороной. Активисты предложили защитникам Ленина перемирие, вынос вопроса о памятнике Ленина на общегородской референдум и объединение сил по смене власти в городе. Те отказались. Парень говорит, мы с ними не можем говорить, какая наша задача вернуть в государстве, как было. А мы с ними разговаривать не можем, потому что у них другая цель. То есть за нас уже сразу все решили. Ну и действительно мы хотим, чтобы государство работало правильно. Чтобы оно работало по законам, по законам христианским, по законам этики, по законам, которые есть в мире. Сразу после сообщения об отставке Добкина участники антимайдана с плакатами «Убирайтесь!» криками, нецензурной бранью подошли к зданию обладминистрации. С Евромайданом их разделяла только дорога и оцепление милиции. Майдановцы оппонентов просто игнорировали и пели гимн Украины. Лариса Говина, Антона Вижас, агентство телевиденные новости.